Друзья, приветствую на канале, а сегодня я покажу как обжать разъем N-типа большой. Следующим образом кабель вставляем вот эту гильзу, вставляем обычно так до упора этого, и это у нас будет размер для зачистки, то есть для очистки изоляции, внешней изоляции кабеля. Надрезан здесь немножко оттянул и убираем внешнюю оболочку кабеля, после чего вставляем гильзу на место, можно я не вынимаю, просто протолкнуть туда и немножко откидываем назад внешнюю плетку. Следующая у нас установка центрального контакта, вот здесь уже зачищается буквально вот 5 миллиметров, меньше 5 миллиметров, вот эта защитная оболочка для того, чтобы ставить центральное жило. Данное центральное жило может обжаться под обжим и можно также и пропаять. Есть вот отверстие для излишков олова, но я буду пропаивать, так как бывает случай, что приходится переобжимать кабель. Гильзу перезарядить проще, чем уже деформированную центральную жилу. Подготовил кабель под пайку, примеряем. Сейчас я запаяю уже центральный штырек разъема к центральной жиле кабеля. Припаял контакт центральный, вынимательно проверяем, чтобы у нас вот эти проводки не замыкались. Лишнее не помешает проверять. После чего выдевается у нас на место, вставляется до упора и видим то, что у нас центральная жила вышла. После чего сюда насаживаются гильзы. Может немножко у нас видно, что немножко нужно снять внешнюю изоляцию кабеля для того, чтобы свободно прошла гильза. Снял внешнюю оболочку кабеля до нужного. Еще раз проверяем, вставляются гильзы до конца и при помощи обжима, в нашем случае вот такой обжим в нашем варианте, обжимается уже вот эта гильза, которая будет фиксировать у нас кабель в внешнюю оплетку кабеля. Кстати, обжим может быть у каждого разный. В нашем случае такой обжим вставляется сюда. Обычно я так немножко его проталкиваю, чтобы уселось. Вставляем в паз и надавливаем. Все, вот у нас получилось. Вот эта лишняя уже убирается ножичком. Можно и здесь тоже обжать, но обычно здесь не обжимаем. Все оккультурил, убрал. В принципе можно было это не делать. Не установил сюда термоусадку, так как разъем будет полностью изолироваться лицаром. То есть это сырая резина, будет полностью покрываться. Это уже после того, как антенна у нас, то есть разъем будет установлен на оборудование. Данный разъем будет находиться в помещении. Это не для наружного исполнения было сделано. Ну и для наружного исполнения тоже от этой части до устройства полностью обматывается лицаром. Для того, чтобы предотвратить попадание влаги на разъем, чтобы у нас не нарушалась целостность контакта. Собственно, вот вся была процедура обжима. Зарядки N-типа. Кабель на RG58. Тонкий кабель. По-моему, 8 мм. Всем удачи, берегите себя и не старайтесь ссувать пальцы куда не нужно. Спасибо.